Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И вот 24 сентября вышел такой закон Я даже записал видео еще до этого, дальше будет его продолжение, но буквально все очень быстро меняется 24 сентября, 24 сентября Россиян, которые прилетают в свою страну, ну например из Турции, из ОАЭ, из других стран Нужно будет, нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса Либо сдать ПЦР-тест Это условие было еще с июля 2020 года Но сейчас, до того, как вы получите результаты, загрузите их на сайт госуслуг Нужно это сделать в течение 72 часов Нужно соблюдать режим самоизоляции, либо дома, либо по месту пребывания, где вы находитесь Уже есть случаи штрафов Предусмотрены административные штрафы за несвоевременную загрузку результатов этого теста Из-за нарушения режима карантина Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт visasam.ru И давайте я вам расскажу о правилах въезда иностранцев в Россию О правилах возвращения российских туристов и въезда в Россию после отдыха В связи с коронавирусом Да, прежде чем смотреть это видео, обязательно подпишитесь на наш канал Вот здесь вот нажмите кнопочку подписаться Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все самые последние новости Об открытии границ, то есть один-два раза в месяц публикую самые последние новости Об открытии границ, лайфхаке, как куда уехать, в какую страну Поэтому обязательно подпишитесь Все, подписались? Теперь давайте я расскажу о правилах въезда Правила въезда иностранцев в Россию, правила въезда россиян, они немного отличаются Итак, давайте сначала о россиянах Российские туристы, которые возвращаются из-за границы Обязаны, во-первых, зарегистрироваться на сайте госуслуг Еще перед регистрацией на рейс, но официально я говорю И заполнить анкету о возвращении в Россию Иностранцам это не надо Граждане России должны предоставить либо ПЦР-тест об отсутствии коронавируса Который сделал не позднее 72 часов Важный момент, именно сданы анализы не позднее 72 часов А не сама справка получена До возвращения в Россию Или после прилета в Россию В течение тех же 72 часов Сдать ПЦР-тест в России И загрузить его на сайт госуслуг Я вам дам ссылочку Там есть статья, где подробно описано Куда на госуслуги зайти Куда загрузить этот тест Кстати, если вы не сделаете это в течение 72 часов То предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч Уже в интернете Идут новости, что штрафован кто-то турист Там, допустим, в Петербурге, в Свердловской области То есть это реально нужно делать И на это не надо И об этом не надо забывать, чтобы не получить штраф Вот, чтобы уложиться, чтобы быстрее прошло Можно это сделать прямо в аэропорту После прилета в Россию Где-то в районе 2,5 тысячи рублей на человека Этот тест вам выйдет Конечно, дороже, чем в своем городе Но так будет спокойней Вот, россияне должны либо справку Об отсутствии коронавируса Либо сдать тест по прилету в Россию И зарегистрироваться на госуслугах Иностранные граждане Иностранные граждане Им не разрешено сдавать тест на территории России Они обязаны сделать ПЦР-тест об отсутствии коронавируса На английском и русском языке Либо перевести официальный перевод на русский Который также сделан не позднее 72 часов До момента прилета в Россию И именно сданы анализы Им не разрешается Еще раз напоминаю Опять дам ссылочку на статью Где все эти официальные документы приведены Им не разрешается делать тест по прилету в Россию Это касается граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана И других иностранцев Которым разрешили приведет в Россию Вот что еще важно Там для них место регистрации на сайте госуслуг Что надо для россиян Им можно спокойно простенькую анкету заполнить Которая дается на борту самолета Там буквально 5-7 вопросов Типа декларация о состоянии здоровья Что там не было температуры, не болели Опять я дам ссылочку Можете скачать ее на нашем сайте Можете на сайте многих авиакомпаний Например, на авиакомпании Белавия ездить И заполнить Вот такие правила въезда Да, правила въезда для иностранцев не изменились То есть тем, которым не нужна была виза Например, белорусам, гражданам Казахстана, Кыргызстана Им без визы можно было приезжать в Россию Она и не нужна Граждан тех стран, которым нужна виза Ее также нужно оформлять Кстати, в 19-21 сентября Точно не помним Премьер-министр Михаил Мишустин Подписал постановление В котором сказал Об упрощении получения виз в Россию Для тех, у кого здесь живут близкие родственники Например, чтобы им виза выдавал сразу на год И не надо было через каждые три месяца Выезжать из России Когда это вступит в силу Неизвестно еще точно Вот уже такое постановление В скором времени оно должно выйти Вот такие правила въезда в Россию Граждан России Туристов, возвращающихся из других стран И иностранцев Если вам понравилось это видео Поставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И да, поделитесь Ссылочка на наш сайт Я там вот, например, целый день готовил этот материал Дал ссылки на официальные источники Бланки, анкеты, постановления Врачей все с официальных сайтов Потратил много времени Так что буду благодарен Если вы поделитесь ссылочкой на наш сайт Виза.сам.ру И до встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»